здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад называется съемку виду уже в ночи вот так вот целый день бегала бегала и не ответила вам на вопрос который интересует очень многих почему плохо цветут бегонии и почему плохо они цветут у меня я как-то говорила в обзоре горшечного садика что у меня бегут на бегонии напал клещ паутинный и мне еще больше стало вопросов а как светлана вы поняли что попал клещ вот об этом сейчас и расскажу и второй вопрос который интересует огромное количество моих подписчиков как сохранять клубневые бегонии которые имеют клубень и как сохранять бегонии которые мы посеяли с вами семенами вот это сейчас всех очень сильно интересует я уже говорила что это все покажу и расскажу но видно есть такие регионы где уже обещают заморозки где уже холодно вот мурманчане мне пишут поэтому сейчас вам заранее немножечко расскажу а уж когда будут делать покажу и расскажу снова потому что сегодня обрезать естественно ничего не буду мои еще все-таки здесь под крышей кое-что цветет хотя не столь обильно и сильно как я хотела но вот сейчас вторая половина лета и я все думал откуда же взялся этот клещ потом поняла когда стал вверх обрезать клещ у меня пришел вот с этих листьев то есть я здесь посадила фасоль фасоль декоративную и видно она предрасположена к этой заразе поэтому увидела на фасоли а потом естественно перекинулась и сюда сделала наверно три обработки и сейчас вам поподробнее расскажу какие обработки почему одни можно делать другие нельзя хорошо умные люди подсказали просто пройдем в мою светелку и там я все покажу ведь эти три восстановились из и уже сейчас видно что включая победила но это может быть временное явление поэтому еще буду делать обработку и они вот по новой стали пускать бутоны и обильно зацвели вот сейчас покажу вам вот например видите как обильно цвел санта-крус просто живого места не было я вам показывал этого много в обзорах а сейчас посмотрите единичные цветочки потому что клещ он выедает как бы сок выпивает выедает и цветок он не растет дальше а вот это вот место все как будто бы замерла где показать просто у меня сейчас видите пошел новый рост вот сейчас видно а раз новый рост то будет утонизация и вот начинаются цветочки а то какой-то был период что совсем все закончилось вот я и обратил внимание что уже с моими пигонями чего это они вдруг не цветут вот так вот заканчивается видите от клеща и точки роста нет но как слепые побеги у роз так и здесь а вот сейчас все обработала и сразу уже виду вижу вид живой и началось точно так же вот с этой вот с этой бегоне видите ни одного цветка вот так вот выглядят листья пораженные клещом деформированные потому что сок выпивается не было совсем бутонов а вот сейчас пожалуйста обработала и уже видно что пошли бутоны то есть но было бы тепло он бы еще цвел 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 без конца и края ну вот где-то недели наверное две цветения совсем не было ну вот репортаж и светелки виду на улице ночь вот смотрите видите темно а здесь меня горит свет можно хоть ночью снимать вот так вот теперь продолжаю тему вот смотрите вот это бегония была выращена из семян вид у нее ужасный потому что вот она была маленькая вроде начинала цвести цвести и все потом очень клещ напал и вот видно видите все сердцевинки как бы не не продолжают свой рост как будто их кто-то съел отъел ну и цветок сам сбрасывает это был черенок черенок от моей бегонии точно так же хорошо очень рос пристал и потом все остановился вот сейчас у него прям идет рост рост и это бегония выращенные семян желтая бегония наконец-то я прям радовалась точно также мы сейчас уже вид у нее приличный и так что такое клещ листья начинаются вот такими всякими различными точками скрючиваются и деформируют это прямо видно невооруженным глазом ну вот потом вот всякие такие бывают до цветок начинает скукоживаться весь развитие прекращается еще раз говорю что внутри побегов продолжение роста на которых будут бутоны нет растение угнетенное вот это первый признак и растение листики будут все в точках я сделала большую ошибку вот почему еще сейчас вид такой я обработала эти бегонии ну что-то обрабатывала и вместе с клубникой на клубнику санмайтом обрабатывал думал о на бегониях клещ и обработала и потом мне уже умные люди сказали что такие препараты вермитек санмайт что у меня еще японцы там кармаита как-то так называется да препарат который отлично действует они сильные для бегоний у бегоний листики очень нежные такие водянистые да вот и их нельзя этими препаратами обрабатывать я не только клеща убила убила все-таки но и сильно еще подожгла подожгла сами и листья и вот тут вот все побеги молодые молоденькие поэтому у меня еще вот такой угнетенный вид но это уже оправляется видите она начала оправляться вот закладывать сразу же бутоны ей необходимо цвести потомство свое сделать вот новенькие листики пошли садить как здесь сколько новых листиков пошло вот прям вся оклемалась оклемалась вот эти надо вырезать бутоны ну чтобы бывшие цветочки она пыталась здесь свести махровая желтенькая симпатюшка ну вот я думаю что все отойдет ну и здесь сейчас это все восстановится и нормализуется я уже вижу там штургер хороший у этой бегоньки здесь даже два ростка у меня которые можно часть листиков от всяких таких поврежденных вы ну вырезать дать подкормочку то есть дать силу растениям специально вам показываю как бывает чтобы вы знали что вот это выкидывать на помойку пока не надо чем их обрабатываем от клеща их обрабатываем фитовермом биопрепаратом вот от него ничего не бывает норму можно взять и побольше чем здесь написано в два раза вот это ампула 4 миллилитра на 1 2 литра воды ну нет здесь нормально вообще всегда норма 2 миллилитра на литр а вот здесь 4 миллилитра на 1 2 литра ну на 1 берем вот от путина клещей гусеницы тли и обрабатываем обработку ведем раз в 10 дней что важно вот сейчас будут холода и мы бегоне уже занесем домой некоторые молоденькие и прежде чем заносить домой однозначно обработаем фитовермом чтобы не занести вот еще эту бяку к себе домой теперь ну все разобрались значит всегда проверяем бальзамины и бегонии очень быстренько могут этим делом поразиться клещом теперь второй вопрос где хранить и как хранить вот как хранить я вам покажу чуть позже как буду обрезать где хранить вопрос вот эти семенные бегонии или черенкованные бегонии в этом году здесь вот видите как пошла он прям пошла даже с корня вот как есть силы хватило они не наросли клубень я тоже раньше делала ошибку вот здесь клубенька как такового нет там только маленький маленький зачаток тем более вот у меня здесь два маленький маленький зачаток и клубенька нет поэтому если мы обрежем и уберем это в подвал то там ничего не сохранится не будет силы у этого маленького зачатка и растение погибнет я сделал такую ошибку сама и даже два года подряд поэтому такие бегонии храним дома на прохладном подоконнике желательно по цветам я буду хранить конечно же ну вот хранила на веранде сейчас может быть цветелки пока еще не определилась но мы их не обрезаем маленько можем подрезать там листья крону сформировать лишние листья убрать если будут свести ну пусть доцветают если нет то уберем лишние побеги тоненькие и оставляем зимовать те бегони у которых клубни большие у меня у санта-круз клубень почти вот с этот горшок то есть он писать вот такой клубень конечно я их убираю обрезаю убираю в подвал вместе с горшком клубе из горшка не вынимаю это я вам все покажу как обработку все просто кто-то торопится вот поэтому снимаю для вас может быть кто-то уже будет убирать с улицы бегонии и так подкармливаем сейчас монофосфатом калия для того чтобы растение ну уже готовилась к дремоте будем говорить к зиме сейчас не нужно поливать никакими азотными удобрениями или поливаем там раз в 14 дней даем подкормку удобрением 20 20 20 формулам то есть комплексным удобрением или монофосфатом калия поливаем чтобы растение было крепко чтобы не было много вот таких вот толщих каких-то побегов я вот почему говорю вот любые вот эти там толщие побеги тоненькие немножечко их сниму вот листики почистить все это сделать и убрать на хранение домой вот сейчас смотрите вот видно здесь видите сколько много пошло новеньких вот эти листики уберем сейчас вот вот они новенькие вот такие вот не деформированные вот это значит уже все клещ пока на если бы был бы дальше клей что вот эти вот маленькие листочки опять бы все были скукоженные обращаем на это внимание и так на многих цветах не только на бегу не вот сегодня такой вам видео ответ на ваш вопрос я еще раз говорила дорогие мои друзья что давайте не будем торопиться как я буду укладывать на хранение свои фуксии бегонии какие-то еще цветы из сада я вам обязательно сниму все ролики просто у меня просят сейчас просто шквал идет вопросов как убирать фуксии когда убирать фуксии вообще переносит даже легкие заморозки и даже такой снежок бывает какой-то выпадет вместо дождя все они переживут их еще рано надо держать до последнего а еще пеларгонии вот на окнах стоят я даже пока не задумывалась что их надо сегодня завтра убирать постепенно буду готовить сад к зиме сейчас питоне выкидываю чищу горшки и вам все это покажу как вот убираем вот сейчас рассказала вам чтобы вы не занесли такого такой заразочки как клещ ну многих еще белокрылка есть тоже смотрим и перед тем как домой заносить естественно делаем обработку от белокрылки там ты пеки актора там еще какие-то препараты достаточно сильные хороший препарат не увидите яйца занесете домой и полетит это живность к вам на другие цветы нас пока бог миловал белокрылки у нас нет ну и в конце похвастушка похвастушка вот купила еще одну бегунь ну мало вот у меня их и латиорку у него вот такие интересные и такие как маленькие розочки до цветочки вот такого цвета была в обе и купила так стоит она сколько ты тут триста шестьдесят девять рублей достаточно хороший мощный куст еще черенок сниму ну дабы не пропала такая красота только-только купила сейчас сделаю перевалку есть другой горшочек потому что здесь галимый торф и все кстати говоря про бегонии можно посмотреть на канале павла аникеева такой есть канал павел аникеев ох какие там бегонии растут различные и декоративно-лиственные цветущие и посмотрите у них какая должна быть почва все хорошо рассказано это это не реклама это я вам свой совет даю где я кое-что подсматриваю как вырастить какой сделать субстрат для бегоний как сделать так чтобы они цвели как черенковать в общем ответы на какие-то вопросы есть сейчас для размножения для того чтобы но если вдруг кто-то погибнет можно снять череночек у бегоньки и поставить его сразу в землю ну вот что я сейчас вам покажу вот вот такой череночек нижние листики оторвать вот эти вот листики оторвать вот вот такой хорошенький череночек сделать легкий субстрат ну как для всего черенкования поставить сразу в земельку можно кстати в воду но я вот воду не люблю у меня загнивает земельку накрыть пакетиком с дырочкой и все и у вас будет копия вашего растения но мало ли что случится зимой поэтому мы оставляем череночек для замещения сорта или для размножения кому мало одного горшочка будет их несколько вот такое у меня сегодня видео такое видео ответ на ваш вопрос хорошо что можно снимать ночью вот это уже преимущество светелки потому что за целый день сегодня столько много сделала дел это обалдеть его только сейчас освободилась и думаю уже который день не пишут но вы опять не ответили на мой вопрос дорогие друзья если что-то не отвечают сразу то обязательно отвечу вот честно нету времени вот посмотрите сегодня это все нужно куда-то девать перерабатывать мало того что собрать сколько это нужно времени я уж молчу про другие овощи и яблоки и все поэтому все потихонечку вам расскажу и покажу спасибо всем за внимание вы были на канале у светлана лоди сад если вас что-то интересует пишите мне вопрос буду делать вот такие видео ответы мне намного легче чем писать сидеть каждому строчить это очень много времени поверьте мне пожалуйста и простите если не отвечаю сразу вам всего всем доброго и самое главное будьте здоровы не болейте а еще заходите на канал лоди свет там как раз есть рецепты заготовок сейчас еще уже наготовила вам еще рецептов как переработать все это добро цветочки это хорошо для души а здесь все все для желудка и нужно это конечно же все сохранить не забывайте про канал лоди свет там и влоги есть вдруг кому-то интересно просто даже расслабиться и посмотреть и посмеяться вот все сказал